Всем игрушечный привет, это Сафронов, я рассказываю вам про игрушки, про различные, делаю анонсы, делюсь своим мнением, спрашиваю у вас, в том числе делаю обзоры, естественно, реакции и всякое такое. И сегодня это выпуск анонсники, обзор по различным изображениям игрушек, по истории игрушек 4, по новому фильму истории игрушек 4. И сегодня мы посмотрим на несколько, потому что их такое количество, может быть узнаем, какие интересные, какие стоит посмотреть, какие стоит заказать, какие стоит взять на обзор. Ну давайте начнем, пожалуй. Некоторое количество я изображений выцепил со всяких выставок, из магазинов и так далее, и поэтому мы посмотрим. Естественно, естественно, игрушек много, и я знаю, что есть лего истории игрушек, если что, на всякий случай я как бы в курсе, но лего заслуживает отдельного выпуска. Если хотите, ставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал хотя бы, чтобы узнать, когда выйдет обзор, если он выйдет. Итак, базлайтер. Базлайтер будет представлен во множестве разных вариантов. Как вы видим, это игрушка с ограниченной подвижностью, она не будет так же крута, как я уже здесь вижу, что у него, например, тут как-то будут явно не очень круто гнуться ноги, будут ли вообще. Это будет несколько игрушек с разными функциями. У кого-то будет рука, так вот, как удар каратэ, кто-то будет чего-то какое-то выстреливать. В общем, они будут похожи между собой, но явно, что просто продать нельзя в одну игрушку все функции запихнуть и продать вам по нормальной цене. Нет, мы будем выпускать, типа, тысячу разных базов лайтеров. Так решил этот производитель. В общем, столько игрушек по истории игрушек 4 явно не рассчитывают на супер успех. Потому что кто только, если и Лего выпускает, и другие производители, вы сейчас увидите сколько всего. И это, я говорю, только часть сейчас, наверное. В общем, базов лайтер есть, да, кроме базов лайтера. Есть еще базов лайтер в базов лайтере, например. Вот от Фишер Прайса такие вот игрушки, там целая коллекция тоже. В общем, это базов лайтер в базов лайтере, базов лайтером погоняет. Будет ли это как-то реализовано в мультике, мы узнаем. Конечно же, но сейчас пока это выглядит как типично. У них есть такие игрушки, когда, типа, какая-то одна большая штука, и в нее размещаются другие фигурки. Выглядит, конечно, крипово, но, в общем, вот видите, это сам базов лайтер внутри сидит, а это снаружи другой базов лайтер. Еще более страшная и стрёмная штуковина. Это не футболка, а это шлем базов лайтера. Но я думаю, что детям зайдет играть на Хэллоуины, на всякие различные мероприятия, стать базов лайтером прям очень хочется. У меня даже мой сын, которому 4 года, он посмотрел истории игрушек. Мы посмотрели все истории игрушек, что есть, и полнометражки, и короткометражки, и любимый его персонаж. Угадайте, кто? Базлайтер. Он хочет быть базовым лайтером, потому что, конечно, он герой, он всех спасает. Хотя Вуди тоже классный ковбой, вроде, да, все отлично, но нет, базлайтер. Хотя сейчас, может быть, будет и Бо, как ее там, да, по-моему, пастушечка эта, которая в этой части, в 4-й, будет суперкрутая, и вообще Звездные Войны отдыхают в сторонке, нервно курят, потому что мы увидим, что она будет очень крутая, очень крутая. Непонятно, для кого ориентированы эти игрушки, потому что в целом этот мультик, потому что есть вот для совсем маленьких, это какие-то клипсы, которые вешаются над кроватью, для того, чтобы ребенок мог играть. Я не понимаю, это для родителей, которые любят историю игрушек, или для детей, которые еще не понимают, что на экране происходит, но им уже надо повесить над кроватью срочно мерч, обязательно, чтобы он с пеленок скорее привыкал к тому, что нужно покупать, покупать, покупать вещи по любимым мультфильмам. И я, это, видите, это прямо для совсем малышей, это грызть, что-то там такое, это мультик не поймут маленькие детеньки. Вот в 4 года и то надо следить за сюжетом, да, и как бы понимать, что происходит, персонажи и так далее. Если это полнометражный фильм. А это будет полнометражный фильм. Для кого вот эти игрушки, для меня совершенно непонятно, и как-то неясно, зачем вообще, зачем вообще они это замутили, все это сделали. Это странно немного. Но что есть, то есть, и, ну, еще много всяких крутых, конечно же, будет. Вот, например, такие мини-мини фигурочки, то есть, это будут прямо такие вот малышочки. Здесь они прекрасно, конечно, покрашены, здесь прекрасно все сделано, они выглядят очень мило, лампово занятные, они такие детишки как будто, да. Но на деле, на деле, Дисней часто выпускает не очень качественные игрушки. Не знаю почему-то по их вот этих вот дораблс, дораблс или как они называются, дверки вот эти были. Там игрушки были не очень качественные. Будет ли здесь, также надо смотреть в обзоре. В общем, это вот, видите, первая серия, минис, минис. Это будут в коробочках они или они в пакетиках вот в таких вот будут. Тут будет очень интересно узнать, конечно, посмотреть. И увидите здесь, сколько все основные персонажи, и наверняка будут какие-то второстепенные. И некоторые персонажи, я так понимаю... А, нет, они просто разместили их здесь, повторяют. И они, в целом, это одни и те же персонажи. И тут, и тут, и тут они все выглядят одинаково. Конечно же, это вилочка есть, это будет самый топчик, я думаю. Вилочка, по вилочке очень много анонсированных игрушек различных. А вот наша пастушка, которая переоделась. Но ее можно опять нарядить в это платье. Но она теперь выглядит круто. И даже на этой, по-моему, она немножечко отличается от того, что было на рендерах. На картинках у нее какой-то более няшный вид. А там она пожестче как-то выглядит, более брутально. В общем, у нее теперь этот посох, это будет, я думаю, боевая палка, которая будет там сражаться с какими-то врагами. Но при этом есть розовая расчесочка. Можно я всегда вернусь, так сказать, на кухню. Но вы, чтобы вы понимали, да? Я думаю, вы все понимаете, что у нас просто сильно независимая бывшая пастушка, которая была просто персонажем на заднем фоне. Она была просто девушка Вуди, теперь она сильно независимая. Ну вот, как бы к такому идет. Это тренды, я все понимаю, я все понимаю. Это как в «Звездных войнах». Она очень похожа, кстати, именно по... Вы знаете, там, когда ее плакат с ней разместили, и когда показали ее образ, она так стояла в полуоборот, она была очень похожа на Рэй, да? Рэй, по-моему. Рэй же, да? Главная героиня «Звездных войн». Вот она, на нее она была похожа. И ее фигурка есть. Но это прям как вот Барби. Видите, у нее сгибаются руки, ноги. Она будет такая довольно большая фигурка, скорее всего. Для девочек, для мальчиков, для кого угодно. Есть, видите, другой базлайтер. Он здесь какой-то такой злодей. У него похоже очень выглядит, но у него будет... Я говорю, тут написано было, что у него другая функция некая. То есть, какая-то там... Его в одной функции он бьет рукой, в другой он что-то выстреливает какими-то штучками. Вот здесь вот у них разные выражения лица. Сейчас я посмотрю, где это был. Вот он. Вот видите, здесь такой милый няшный базлайтер. Можно посмотреть, у них немножечко отличаются даже кнопочки и какие-то элементы. И вот этот вот базлайтер. Давайте еще раз. Вот этот базлайтер. И промахнулся я. Ну, в общем, и вот этот базлайтер. Они, ну, похожи, но явно с разными функциями. Хотя вот так же, такая же проблема, мне кажется, с коленями, с подвижностью. Но больше базлайтеров всяких разных. Хорошо. Я не против. Я не против этого. Потому что здесь есть, например, я еще не против того, чтобы, например, космические корабли. Я вот всю жизнь мечтал о базе лайтера, скажу честно, о том базе лайтера, которого показали в мультфильме изначальном, в коробке, вот в такой космический корабль, в виде космического корабля. И он есть такой, он даже продается. Я не знаю, как сейчас. Наверняка сейчас все крутые игрушки, которые раньше продавались и стоили доступных денег, их уберут из продажи и оставят только новые. Ну, так, как правило, бывает, когда выходит что-то такое. И здесь произойдет, скорее всего, то же самое. Не будет того базы лайтера в коробке. Может быть, стоит мне его заказать сейчас. Вот я сейчас подумал, прямо при записи этого ролика, пока есть такая возможность осуществить мечту с детства. Потому что эти будут другие игрушки. Не факт, что будет именно тот, которого хотелось. Но здесь есть вот такая вот пластиковая штука. Это база практически, корабль, который разбирается в базу. Смотрите, у него отделяется. Это как и конструктор еще работает. И сзади какая-то пушка есть. И какие-то крылья тут. И все это. И вот здесь открывается. И вот здесь чуть ли там не унитаз у него стоит. Я не знаю. Мне кажется, может быть, это просто мой бред сумасшедшего. Есть ракетки запасные, которые стоит, конечно же, потерять в первый же день игры. Есть еще какая-то хваталка, которой нужно хватать что-то. И кабина, в которую, надеюсь, по размеру, собственно, мне кажется, можно посадить базу лейтера и многих фигурок. Потому что они вот по масштабу выглядят похоже, что их можно взаимодействовать с этим звездолетом. Есть еще и Hot Wheels. Я потом покажу. Они одиночные. Есть и будут набором. Я так понимаю, есть одиночные наборы Hot Wheels. Ну куда же без Hot Wheels? То есть реально раздали всем, кто и детские игрушки, и какие-то странные фигурки, и Hot Wheels, и машинки. То есть это нормально для Дисней. Они так делают уже не первый раз с, например, звездными машинками в Звездных войн. То есть там вот реально машинка Йоды, машинка... И здесь тоже самое. Машинка Вуди. Хотя в мультике этого не будет абсолютно точно. Это просто стилизованные игрушки, оформленные под персонажей. То есть, например, вот с инопланетя, машинка инопланетянина этого. Машинка База. То есть она, видите, оформлена просто в виде, как бы, цветов и каких-то элементов База. И машинка Вуди, которая тоже оформлена. Вот у него шляпа есть. И цвета. То есть это синие, как бы, части штаны. Как будто он стал машинкой. Я не знаю, что произошло, но он решил сменить пол на машинку. То есть он решил, что я теперь машинка. И то же самое решили все остальные. Мы тоже. Это модная тема. Теперь будет машинки. Я потом покажу фотографию. Там еще куча разных будет машинок. Вот так будет выглядеть, я так понимаю, самая главная, основная стартовая серия игрушек. И с такой себе подвижностью, но чтобы дети могли в нее играть. Все-таки, мне кажется, это рассчитано на младшую возрастную аудиторию. Все-таки это, ну, как бы, мультик с одной стороны. С другой стороны, это четвертая часть мультика, который с моего детства идет. С моего детства. Реально. То есть, как бы, я был маленький, смотрел первую часть, и четвертая часть, она как бы четвертая. Но не отменяет, что фанаты предыдущих частей еще летает. Вот. Кто-то, кто-то запускает жучков, наверное. Всякое. Начинает вылупляться, и весна, тепло, все дела. Адски не люблю всяких этих. Хотя это была просто вам пылинка. Что, зачем я так сказал? В общем, вам сейчас, неважно, просто поделился своими переживаниями, страхами детства и всего прочего. Странная пружинка, кстати, здесь. Это будет в мультике отражено или нет. Вот вы видите, она не пружинкой, а какой-то трубой сделана. Будет ли это тоже в мультике? Этот заяц и цыпленок, они очень многие, где изображены. И они либо будут реально какими-то центровыми персонажами, центральными, такими какими-то важными, либо это будут просто второстепенные персонажи, игрушки которых просто тоже можно продать. И может быть и так. И мы видим, вот здесь опять такая мощная, классная пастушечка. Персонажи остальные выглядят как, конечно, ну посмотрите, как ее проработали, как остальных. Они просто выглядят как болванчики, и она выглядит как нечто суперкрутое. То есть суперклассная игрушка, конечно же. Также здесь есть возможность подвижности у фигурок. Вот мы видим и здесь, и здесь по масштабу не очень я понимаю. Маленький какой-то. Почему он такой маленький? Он же должен быть больше. И вилочка, вилочка. Тоже будет много вилочки. Много будет вилочки. Будут и странные игрушки. То есть реально Hasbro, Disney, и все решили просто обогатиться на этом. Очень много, много, много денег будет вложено в рекламу. Просто история кружка будет из каждого угла. Например, с YouTube, с канала товарища Сафронова будет, но мне никто не заплатил пока что. Я жду, если что, мои карманы открыты, Disney, Hasbro, все дела, приносите мне чемоданы денег и я расскажу про ваши замечательные игрушки, истории игрушек. Тем более, я ее обожаю. Вы понимаете, это операция, это операция и это настолько бредово, насколько может быть. Они просто будут везде пихать. А сколько будет подделок? Господи, сколько у меня выпусков будет, видимо, вредных игрушек? Ставь лайк, если соскучился по вредным игрушкам и не будешь их смотреть, когда они выйдут. Да. Ну, в общем, вы понимаете, что это вот коровка в виде звездолета практически, но это операция, причем тут как-то просто рандомно натыкано дырок и это очень плохая операция. Там должно быть размещено нормально, логично, но здесь это просто какой-то какая-то дичь, какая-то дичь. Посмотрим, что здесь есть. Вот еще вилочка, много будет вилочки. Это, смотрите, вилочка какая-то супер будет интерактивная. У нее вот здесь динамик, у нее как бы мы видим, что это не нам плохо стало и у нас в глазах троица, а это вот они изображают, что у вилочки будет подвижность. У нее будут ножки, у нее будут ручки. Короче, там будет такой персонаж, если не знали, это девочка Бонни, да, сделала игрушку в садике, на занятиях, в общем, сделала игрушку из подручных средств. То есть они делали, учились сами игрушки. И это вилка обычная, которой прилепили глаза и сделали из проволочки руки, там налепили пластилин какой-то и сделали, вставили деревянные палочки. Ну, короче, эту вилочку сделала девочка игрушкой. И осознание у этой вилочки будет долго происходить, то есть она игрушка или она вилка, там по трейлеру понятно, и по описанию понятно, что ждет нас вообще. И что это за персонаж. И это очень странно, потому что до этого игрушки непонятно, в какой момент оживали, когда они попадали людям. Нет, потому что в магазине тоже некоторые игрушки оживали. Почему остальные не оживали? Почему все остальные стояли и ждали? Непонятно. Причем игрушки еще не понимали, что они игрушки первое время, да, по сюжету этих историй игрушек разных. И здесь вилка тоже не будет ничего понимать, кто она, она вилка или она игрушка. И, в общем, ей будут пытаться объяснить, видимо, весь фильм. Еще будут... А эти персонажи либо новые игрушки будут, либо какие-то... Уж как-то как-то подозрительно они выглядят, да? Вам не кажется, что они выглядят подозрительно с отсылочкой на Five Nights at Freddy's, мне кажется? Зайчик, Чика, Бонни. Может быть, они будут злыми или какими-то суперупоротыми? Не, они, наверное, будут суперстранными упоротыми, на них много будет юмора, очень. Они будут странные вещи делать с этим взглядом. Как была в короткометражке кисонька такая, ангелочек, котенок был такой, я не помню, как его зовут, но вот он был такой упоротый, нес какие-то странные такие проповеднические практически вещи, и мне кажется, они будут какой-то такой, они будут либо нелепые, либо, в общем, мне кажется, юмористическая составляющая на них будет. Вот, и видите, ну, этих мы видели на стенде, там вот вживую посмотрели, а еще есть, будут и плюшевые игрушки, конечно же, куда же без плюшевых игрушек, и еще будет огромное количество плюшевых игрушек. Вот еще несколько упаковок, не упаковок, вот вилочка трясущаяся, вот такой будет вуди полноразмерный, кстати, будет вуди не пластиковый, как там был, а еще будет вот именно с тряпочным телом, как в мультике, это будет классно. Еще будут какие-то игрушки вставайки, видите, неваляшки, он лежит, он встает, вот такие игрушки вам тоже обязательно нужны, а вот интересная вилочка с другой функцией, с другой функцией, здесь у нее нет динамика, и здесь у нас не трясутся ручки, но тоже будет кое-что происходить. Вот она, вилочка, видите, вот такие, как бы девочка, это все, это ее сделала, вот, я так понимаю, это либо она с другим рендером, смотрите, смотрите, либо просто это изображение такое странное, вот, это с сайта, прям уже есть продажи, даже они, то есть не у нас, я и у нас не видел, а в Америке уже есть продажи, что-то, по-моему, около 15 или 17 долларов стоит такая вилка, вот, которую можно в класс или несколько раз нажать на кнопку, и что-то произойдет, а что произойдет, вот тут при нажатии на кнопку, а здесь не видно, короче, она у нас становится, вот здесь вот можно видно, видеть, грустной, а также здесь есть все-таки динамик сзади, только и будет что-то происходить у нас из этого места, у вилки, а эта штуковина, она будет менять улыбку, грусть, ну, короче, у нее будет меняться улыбка, вы должны в это поверить, вы должны в это поверить, как-то это будет реализовано, вот, Вуди, но при этом там будет, видимо, ведь он стоит, он не просто такой весь болтающийся, он, видимо, будет с какими-то проволочками, а, это вот как раз игрушка-встаюшка, как это будет, сделано, и интересно, и интересно, и теперь посмотрим, вот, хотел бы я такой бы, конечно, на обзор, вот, еще раз говорю, вилочкой будет, и теперь еще и в таком формате вилочка тоже будет, и вот видите, у нее разные, с разными улыбками будут вилочки, хотите больше вилочек, больше вилочек, будет вам больше вилочек, вот сеты, только я не уверен, что это оригинальный сет, но, может быть, это фотографии фейка, но мы тут видим кучу всяких других еще персонажей, вот под динозавра, вуди, как раз бас, но мне кажется, это поделка, не буду, уберем это сразу, вот опять эти вставайки, и будет, конечно же, фанка-поп, фанка-поп, это уже не столько игрушки, сколько фигурки коллекционные, вот они будут тоже вот в этих разных обличиях, фанка-попковских игрушек, ну, вот я вам показал примерно, особенно странные вещи меня удивляют, в общем, самая, мне кажется, будет основная линейка, это вот эта, которая будет стоять, сейчас я вам покажу, вот будет, скорее всего, вот эта основная линейка игрушек, а остальные будут там второстепенные, кому что, ну, и в том числе, мерч разный, различные штуковины, вот, если хотите видеть обзоры, то ставьте лайки, пишите, какие больше всего вам понравились, какие интересные, я еще раз повторю, я в курсе про лего, истории игрушек, наверное, сделаю отдельный ролик, и даже, наверное, скорее всего, обзоры тоже будут, на этом все, мы с вами прощаемся, подписывайтесь, ставьте лайк, на этом канале выходит много разных классных роликов, не только вот эти вот разговорные по фотографиям, но и обзоры настоящие, конечно, их очень много, полторы тысячи роликов на канале, вообще можете глянуть, там что-нибудь пропустили интересное, а также на реакции выходит, и вот различные анонсы, разные другие крутые ролики, а также распаковки, игрушки из Америки, всякое-всякое-всякое, и фикс прайсы, и подделки, и все-все-все, смотрите, подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, я останавливаться не собираюсь, всем пока, хочу нести вам вечное доброе, прекрасное про игрушки, пока.